Приветствую вас, уважаемые дамы и господа, меня зовут Феликс, и сегодня я хочу продлить видео из цикла «Русская Америка». Колумб открыл Америку как раз в нашем штате, это город Плимус, где-то 60-50 миль от нашего города, и каждый эмигрант, который приезжает в эту страну, открывает свою Америку, и я не являюсь исключением. 20 лет тому назад я со своей семьёй приехал в эту страну, нас встретили в аэропорту, и наши родственники сняли для нас заранее квартиру в одном из небольших городов Бостона. Этот город рядом не в очень благополучной зоне был, но он был недорогой. Но так как там жило много русскоязычных, поэтому нам было комфортабельно начинать именно в этом городе. Хочу рассказать, что первые дни, конечно, для нас были очень интересны, всё новое, всё не такое, к которому мы привыкли, другой язык, другие нравы. Мы часами проводили в магазинах и удивлялись, какое изобилие продуктов. В то время на Украине были ещё дефициты, поэтому для нас всё это было ново, и мы всему удивлялись. Но эта эйфория прошла довольно быстро, и мы начали думать о том, что да, мне нужно искать работу. Но проблема была в том, что у меня абсолютно не было английского языка. И тогда наши родственники, в то время у них был газ стейшн, автозаправка, и он предложил, наш родственник предложил мне попробовать поработать у него на заправке. Представляете, совершенно без языка. Пару дней он дал мне такой тренинг, и наступил день, когда я должен был работать самостоятельно. Я открывал газ стейшн в 6 утра, и представьте себе мой первый день, я не забуду его, наверное, никогда. Да, я трясусь, дрожу, потому что я не понимаю совершенно по-английски. Приезжает первый клиент, это утром, люди спешат на работу и хотят заправиться. А в то время эта заправка была фулл сервис, то есть мы должны были продать бензин, но кроме всего еще мы должны были проверить масло и почистить окна, то есть лобовое стекло. Вот такой был сервис. А он мне говорит заправить бак, а я стою, ничего не понимаю. Он раз сказал, второй раз сказал, а я растерянный стою, ничего не понимаю. Он психанул, конечно, заправился сам, оставил мне деньги и уехал. И вот так целый день с 6 утра до 2 часов дня я был в таком шоковом состоянии, и я понял, что без английского мне вообще здесь нечего делать. А я приехал сюда строить свою жизнь, будущее для своих детей. И, естественно, я настолько не представлял, что это такое. И в то время у нас были бесплатные курсы английского языка. И вот у меня была такая вот школа. Я попал в группу, мне было тогда 42 года, я был в группе самой молодой. То есть, представляете, были 60, 70 и 80, тоже с нулем английского. И мы были в шоке, когда к нам представили нам преподавателя, который ни слова не понимает по-русски. Это был шок, но, оказывается, через 2 месяца учебы наша группа была самая лучшая. Только потому, что она не понимала по-русски, а мы по-английски. Но она настолько выкладывалась, чтобы нам объяснить. Она садилась на пол. Она вообще такое творила. И наша группа поэтому была самая-самая лучшая среди всех групп, где преподаватели были, которые знали и русский, и английский язык. Тут у меня была теория, а на Гастейшн у меня была практика. И таким образом я заговорил очень-очень быстро. Плюс ко всему мне посоветовали еще маленькое радио с наушниками, вот такое карманное, и слушать американский док-стейшн, то есть разговорные станции. Первое время для меня это была сплошная вода, я ничего не понимал. Но потом, через пару недель, я начал узнавать знакомые слова. Еще через 2 недели я начал понимать смысл. То есть это говорит, что мозг перестроился. Вот таким образом я и начинал свою, открывал свою Америку. Было непросто, скажу вам честно. Было нелегко. Но у меня была цель. Я привез детей, привез семью. И я шел вперед к этой цели. На этом я заканчиваю. Буду продолжать свои видео. Всего вам хорошего. До новых встреч. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите коммент. Благодарю вас. Всех вам благ. Субтитры сделал DimaTorzok